Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Смотрите сегодня в программе. Ход реализации мероприятий по строительству объектов за счет казначейских средств. Кредитов об этом говорили сегодня на заседании прав комиссии. Это опасный экстремальный вид спорта, который требует хорошей физической подготовки, умение ориентироваться в горах, отечественному альпинизму 100 лет. Кто же признан самым лучшим студентом 2023 года? В Черкесске состоялся финал конкурса, где члены жюри выбрали самого активного и креативного. Очередная победа обновленной футбольной команды «Нарт». На этот раз Черкесск принимал игроков молодежного клуба «Ростов». Сегодня премьер-министр Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера Мурата Хуснулина. Был рассмотрен ход реализации мероприятий по строительству объектов за счет казначейских кредитов в целях их опережающего финансирования. В рамках одобренного правкомиссия лимита средств в Карачаево-Черкесии ведется работа по двум объектам транспортной инфраструктуры, что позволит увеличить протяженность автомобильных дорог регионального значения с соответствующих нормативным требованиям на 1,41%. Также был рассмотрен ход реализации инициативы социально-экономического развития России, города больших возможностей и возрождения малых форм расселения. В части развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий республиканской также поданы заявки по мероприятиям, направленным на развитие водоснабжения и обновления городского пассажирского транспорта. Карачаево-Черкесия стала одним из 13 регионов России, которые выполнили все запланированные работы по искусственному лесовосстановлению. В этом году работы в республике планируется провести на площади более 160 гектаров. По сравнению с прошлым годом площадь лесов увеличили в 4 раза. Работы реализуются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» – национального проекта «Экология». В этом году исполняется 100 лет отечественному альпинизму. И это особая дата для всех, кто любит горы. А Донбай считается колыбелью альпинизма, и именно там прошел первый горный донбайский фестиваль, на который съехались именитые альпинисты. И именно про таких легендарных личностей говорят – гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Из Донбая репортаж Аллы Динаевой. Поселок Донбай расположен в сердце прекрасных гор. И здесь есть маршруты различной категории сложности. На праздник, посвященный столетию отечественного альпинизма, съехались легенды этого вида спорта. Очень приятно, что мы вместе собрались в этом дорогом для нас и всего старшего поколения альпинистов вместе – Донбайе – говорили на мероприятии. Подумать только. Сто лет назад. И сто лет назад все это начиналось здесь, в Донбайе, с приездом Феде Фердинанда Розовича Крофа, вместе с австрийскими альпинистами, которые бежали от фашизма, ракурировались. Вот они создавали все это здесь, показывали, как и что у нас здесь нужно делать, как чему учить. Ну это условная дата, потому что альпинизм, даже отечественный, был еще раньше, при саре-батюшке, было русское горное общество. И он развивался вместе со всей страной и никак от нее не мог оторваться. Значит, первый ведущий наш, можно сказать, длинный альпинизм, Крыльянко был расстрелян, был конкурс личностный Абалакова. Все как у людей, как у всей страны. А сейчас мы развиваемся, как на Западе. У кого есть деньги, тот ходит в горы. И дай Бог, чтобы у вас у всех были деньги, было желание. А горы, они как стояли, так и стояли, и будут стоять. Так что успехов вам и дальнейших восхождений. Знаменитый альпинист Николай Дмитриевич Черный, обладатель титула «Снежный барс», руководитель российской гималайской экспедиции в 2001 году, который взошел на последний непокоренный восьмитысячник планеты, вершину Лхо-Дзе, среднюю. А еще он главный тренер сборной России по альпинизму, совершивший в 2007 году восхождение на Ка-2, по ранее непревзойденной западной стене, самому сложному маршруту на вторую по высоте вершину мира. А свой путь в альпинизме Николай Черный начал в Домбае. Я тут впервые появился в 1957 году, рассказывает он. Как раз в 1957 году я закончил первый курс Московского энергетического института. И однокашник говорит, слушай, путевки есть туристические. Теперь до Домбае 7 рублей стоимость путевки. Билет стоил 20 рублей. И мы поехали. Мы, собственно, никаким альпинизмом не занимались, но обычная туристическая группа. Мальчики, девочки, все замечательно, природа, горы. И мне это очень понравилось. И по осени я записался в альпсексу, и мы такая была. Она и сейчас есть. И вот с тех пор, значит, так к этим горам и прилип. Еще один участник мероприятия Владимир Шатаев, советский и российский альпинист, автор книги «Категория трудности», совершил восхождение на высшие точки 35 стран всех континентов и на самую высокую гору планеты Эверест в 1995 году. Он оказался вторым человеком в мире по возрасту, в то время зашедшим на эту вершину. Владимиру Николаевичу тогда было 58 лет, а в 80 лет он еще раз поднялся на Эльбрус. До сих пор памятно, когда я попал в землетрясение, которое было в 1963 году, почти 7 баллов. Горы практически тогда изменились полностью. Мы были на самом восхождении, на Дамбай-Ульген по маршруту высшей категории сложности. Ну и удачно удалось, так сказать, пережить. Все горы тогда очень изменились. Основатель проекта «Связки», председатель горной комиссии Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества, один из организаторов фестиваля. Я хочу пожелать всем, кто ходит в горы, видеть в них не только разряды, не только цифры высот и значения категорий, а обращать внимание на совершенно потрясающую красоту, видеть в названиях, в топонимике, замечать нашу историю. Сто лет отечественному альпинизму – это великая дата, особенно для людей, которые любят и очень уважительно относятся к горам. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Аладдинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Домбай. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем в горах кратковременной дуще гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура ночью 10-15, в горах до плюс 8, а днем 26-31 градусов тепла и местами до плюс 23. В Черкесии без осадков, ветер западный 5-10, температура ночью 13-15, а днем 28-30 градусов тепла. Семь номинаций, семь финалистов, один победитель. состоялся в финал конкурса «Студент года». Участие приняли самые инициативные студенты нашей республики, которые идут в ногу со временем и принимают активное участие в общественной жизни. Кто же стал обладателем звания «Студент года-2023», расскажет о Дарье Тендит. По итогам онлайн-голосования определены лучшие представители номинаций. Лидер года – Мурадин Айдынов, волонтер года – Георгий Цуциев, молодой исследователь года – Сиротина Дарья, общественник года – Чумаева Мадина, спортсмен года – Алан Батчаев, творческая личность года – Белла Межаева, иностранный студент года – Ярамсе Теренука. С приветственным словом к финалистам конкурса обратился министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов. Я вам искренне желаю успеха, искренне желаю, чтобы те цели, задачи, которые вы перед собой ставите, достигались, реализовывались, и все складывалось наилучшим образом. «Студент года» – это ежегодное мероприятие проводить, которое вошло в традицию. Алан Батчаев – студент Института экономики и управления СКГА, многократный победитель соревнований по пауэрлифтингу. Именно он стал лучшим в номинации «Спортсмен года». Поддержать его пришел тренер Хасан Ирхагов, благодаря которому он добился таких успехов в спортивной жизни, поделился Алан Батчаев. Я очень рад, что оказался здесь, ведь это, во-первых, показатель того, что я лучший студент в этой номинации. Спасибо всем большое, кто поддерживал меня в голосовании. Мои родственники, мой тренер Хасан Шамсина Ирхагов – большое спасибо ему. Спорт для меня в последнее время значит вся жизнь. Иностранный студент года Ирам Сати Ренука приехала в нашу республику Ренука из Индии. За это время она освоила русский язык, нашла новых друзей и получает образование. Ее заветная мечта – стать доктором и помогать людям. Она не ожидала, что станет лучшей в номинации, но была очень рада. Поддерживали Ренуку семья, ее близкая подруга, преподаватели и одногруппники. Я очень была рада, что стала лучшей. Спасибо большое. Это очень приятно. Лучшие участники конкурса «Студент года» уже выступили с самой презентацией, ответили на вопросы жюри. В данный момент проходит подсчет голосов. И совсем скоро мы узнаем, кто же стал студентом года. Под громкие аплодисменты финалисты номинации выходили на сцену для вручения дипломов и ценных призов. По итогам выступления участников обладателем титула «Студент года 2023» стала Белла Межаева, студентка Карачаева Черкесского государственного университета. Творческая личность, которую ждет большое будущее, отметили члены комиссии. Белла будет представлять нашу республику на федеральном этапе конкурса. На самом деле я очень рада представить победительницы и представить нашу республику уже на более большом уровне. Завершилась церемония награждения совместным фото на память. Мероприятие организовано при поддержке правительства Карачаева Черкесии, Росмолодежи, Министерства молодежи Карачаева Черкесии и Оно моя карьера. Перед началом очередного футбольного матча в столице Карачаева Черкесии могло показаться, что товарищеская игра нарта с молодежкой Ростова не заинтересует поклонников самого популярного вида спорта. Пустоты на трибунах намекали большую вероятность отсутствия у хозяев фанатской поддержки. Однако соскучившиеся по большому футболу болельщики республики еще до стартового свистка доказали, что готовы гнать своих любимцев к новым победам. Особая роль в группе поддержки была отведена этим юным зрителям, которые стали первыми в официальном фанатском движении нарта. Эта популяризация футбола идет в целом. Это наша молодежь, это наши будущие футболисты, это наше будущее. Для чего делается, собственно, вообще все это? Это делается для детей. Потому что большая часть болельщиков все равно приходит, даже те же родители, приходят с детьми. Это семьи, это уже семейные фанаты. Молодежь наша, все. Сама игра на первых порах казалась несколько вязкой. Противники прощупывали слабые стороны друг друга. Поначалу складывалось впечатление, что молодежь из Ростова увереннее и чувствует себя под давлением. Мяч у гостей двигался по полю быстрее, передачи на ход и в ноги партнерам были точнее, удобнее. Это и понятно, гости в прошлом сезоне являлись одной из лучших команд первого этапа молодежного турнира. Нарджи собрали в боевой состав лишь перед началом нынешнего сезона в третьей лиге. Однако постепенно игра передвинулась на половину поля ростовчан и на 27-й минуте быстрая атака лидера зоны Юг СКФО привела к изменению счета на табло. Это оказавшийся в штрафной Дмитрий Михайлов замкнул усилия партнеров. Однако почти сразу гости ответили своим разящим выпадом. Так первый тайм и завершился 1-1. В перерыве зрителям была представлена фанатская группа ребят. Мальчишки получили в подарок от руководства футбольного клуба мяч. У них также будет возможность поддерживать любимую команду, в том числе во время выездных матчей. На второй тайм хозяева вышли в обновленном составе и замены сразу дали результат. В первой же острой атаке ростовчане сбили в своей штрафной игрока Нарта. Судья назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Шихамир Исаев. Затем Дмитрий Михайлов упрочил преимущество, забив свой второй гол. Однако гости тут же вновь огрызнулись, вколотив мяч в сетку с пенальти. Впрочем, спустя несколько минут разрыв в счете опять стал комфортным. Итог 4-2 в пользу футболистов Нарта. Следующий официальный матч команда из Карачао-Черкесии проведет 19 июля, когда примет на своем поле соперников из Северной Осетии. Артур Макци, Анастасия Лой, Белла Чикатуева, Расул Бердиев. Вести Карачао-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Сын». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»